Владимир Садов стал героем страны, когда в интернете один за другим появились ролики, в которых оренбургский чиновник матерится. Ненормативную лексику глава Бузулукского района использовал при разговоре с инспектором ДПС. Это столкновение закончилось с общественным порицанием, что теперь с матом, особенно если журналисты цитируют чиновников. Согласно новым поправкам, штраф за мат в эфире может составить до 200 тысяч рублей для юрлиц, до 20 тысяч для должностных лиц и до 3000 рублей для остальных граждан. Потому что люди не всегда ограничивают свою лексику. Так вот не надо строить из себя обманутого спонсора, ладно? Не надо сейчас! Решил по***ться со звездой на халяву! Стал такой тренд, если ты хочешь выделиться из общей массы, чтобы у тебя были большие рейтинги, были большие просмотры, то нужно обязательно в эфире заматериться. И вот присутствие нескольких таких интернет-каналов показывает. И на самом деле такие интернет-каналы смотрят, их любят. Претензии к СМИ стали жестче. Они могут быть предъявлены в том случае, если нецензурная лексика не была замаскирована. Если запикана полностью, оснований привлекать к ответственности нет. Угадать слово, которое не прозвучало, невозможно. Если же запикана только часть нецензурного выражения, в этом будут разбираться эксперты. Мата в эфире в наших телевизионных программах любого канала не встречала. Хотя это имеет место быть, когда взорвавшиеся политики в ажиотаже могут допустить пару не очень приятных выражений. Мы все-таки должны говорить достаточно ясным, понятным, может быть простым отчасти и доступным языком, но все-таки русским. То есть без, наверное, вот этих наших, скажем, традиционных каких-то сегодня слов, словечек. Если на телевидении и в качественной прессе мат все-таки табуирован профессиональными кодексами журналистской этики, то в интернет-СМИ непечатная лексика встречается часто. Норма данного закона, она прежде всего должна распространяться и в блогосфере. То есть сегодня вот это явление пропитало весь интернет. Если вы видите комментарии, то есть они достаточно жесткие и нецензурная лексика практически содержится в каждом, может быть, десятом. Говорящие на русском языке без излишеств Елена Давыдова, Виктор Яковлев, Семен Воробьев. Новости дня.